Давайте поприветствуем нашего следующего гостя, украинского журналиста и основателя издания «Гордон» Дмитрия Гордона. Дмитрий, я вас очень рад видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, взаимно. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, ну вот российские элиты продолжают готовить для себя места в России без Путина. Один из самых активных пригожин. Он всё больше критикует власть, а сам пытается отбелиться достижениями Вагнера на фронте, хоть и зачастую сомнительными. И ещё один паникёр — это Дмитрий Медведев, зам пресс-совета безопасности, наконец-то понял, что постами в Телеграме не обойтись, а и стал чаще выходить уже с публичными заявлениями. А что говорить тут о шоу-бизнесе, где даже самые преданные Кремлю в частных разговорах уже обсуждают проигрыш российских властей? Я знаю, что и вы недавно посвятили целый час вашего авторского блога на вашем YouTube-канале как раз этому второму уже пригожину. Как вы видите всё, что вот сейчас я перечислил, и всю ситуацию, которая складывается? Что? Можно ли говорить, что в российских элитах паника? Ну, первое, нельзя говорить о российских элитах, потому что элит в стране не оказалось. С этим огромная проблема, но это проблема, я хотел сказать, самих россиян, но она оказалась и нашей проблемой, к сожалению, тоже. Что касается Дмитрия Медведева, но он спившийся шизофреник, алкоголик и идиот, потому что он такое задвигает, что просто на голову не налазит. Он вызывает смех. Ему, наверное, очень хочется быть грозным. Не Иваном, а Димой. Но у него это не получается. Этот рост, два вершка от горшка, эти карликовые вообще, ну, чистый карлик, голова большая, непропорциональные плечи, руки, ноги, ну, чучело какое-то. Откопали чучело специально, чтобы Путин на его фоне смотрелся ещё лучше. То, что он говорит, я бы вообще не придавал этому значения, это всё палата номер шесть. Это для Чехова, для остальных писателей. Поэтому я его не слушаю, не придаю ему значения. Всё, что он говорит, это вообще билиберда. Он это говорит для Путина, чтобы Путин его заметил, как прежде ему доверял, и чтобы выпустил из тюрьмы бизнесменов, миллиардеров, которые Медведеву деньги складывали, а сейчас они пострадали, и Медведев старается, чтобы вывести их из-под удара. Это моё объяснение его воинственной риторики. Что касается Пригожина. Это чистый такой лох от шоу-бизнеса. Я его знаю лично. Он недалёкий, выскочка, тупой Шрек такой, знаете, как и большинство людей в шоу-бизнесе. Это люди, которые годами зависели от государства. Понимаете, хорошо быть, я не знаю, каким-то вот таким богом одарённым человеком, которому для продвижения ничего не надо. Вот когда ты Битлз, тебе не надо быть членом какой-то партии, поддерживать какого-то лидера. Ты Битлз, тебя несёт твой талант, твоя слава. Когда ты Валерия, когда ты Пригожин, тебе для того, чтобы вкусно есть и сладко спать, нужно быть с кем-то и показывать своё расположение кем-то, расположение кем-то. Вот они этим занимаются, этим занимается практически весь российский шоу-бизнес. Говно нации, как Ленин писал Горькому про интеллигенцию. Чистое говно, без убеждений, без морали, без ценностей духовных, без ничего. Их ведёт только одна путеводная звезда. Доллары, евро и недвижимость, желательно за границей. Пригожин ничего нового не рассказал в этом интервью с миллиардером Ахмедовым. Ничего нового. Он показал, что говорят на кухнях между собой вот эти вот приверженцы путинского режима, как они проклинают Путина за то, что они лично из-за него теряют. Он сказал, что да, впереди жопа. Что самое интересное, он очень сожалеет, что Россия не разгромила Украину. Ох, как они все сожалеют, потому что им бы так было легче. А так это ж проблемы теперь. То есть это чистый негодяй. Я считаю вообще, что Западу нужно сейчас на фоне всего, что происходит, пересмотреть своё отношение к представителям России. Будь то артисты или миллиардеры, или просто россияне, которые ведут бизнес. Я бы подходил просто. Во-первых, я бы не выпускал, не впускал никого из россиян, из граждан России на территорию западных стран без официального видео. Где человек должен на видео подтвердить, что Путин является преступником, что Крым и Донбасс — это Украина, что он против войны, которую развязала Россия в Украине. Вот такие какие-то базовые вещи человек должен сказать на камеру, если хочет заехать в Евросоюз или в Соединённые Штаты. Это первое. Второе. Все, кто там находится, все должны быть приглашены в соответствующие органы. Или они говорят это на камеру, или к чёртовой матери катитесь отсюда. А кроме того, у тех, кто поддерживает Путина официально, такие как Пригожин, надо отнять всё, что у них есть на территории западных стран. Всё отнять в пользу Украины. Нечего. Вы хаете пиндосов, вы рассказываете, какая Россия великая, пиндуйте в Россию, там рассказывайте. И там обзаводитесь собственностью. Вот и вся история. Ну, собственно, это есть. То, что вы сказали, это часть так называемого плана Макфола, Майкла Макфола, бывшего посла США в России, Ермака. Прекрасно. Как бы вот такого рода возможность для этой части, этой элит, всё-таки каким-то образом быть полезными. Сколько воют уже и Пётр Авин, и тот же Фридман. Мы ни в чём не виноваты. Дайте нам нормально пожить и быть полезными и так далее. И многие уже критикуют западную позицию по санкциям, что она неразборчива и во многом вредит больше, чем она приносит добро. А всё-таки, Дмитрий, возвращаясь к теме Пригожина, вот то, что вы сказали, эти физические характеристики вождей того же Медведева. Моя мама называет его членистоногий моллюск. Он действительно без создания, без чеи е. Это, наверное, единственное слово русского языка. Я хочу поправить только вашу уважаемую маму. Но там, где членистон, вот я бы это выбросил слово, потому что ноги у него есть, а члена явно нет. Это вообще мужичок с ноготок без члена, я считаю. Ну вот, и речь идёт о постоянной компенсации в своей риторике. Это очевидно. И тем не менее вопрос в том, насколько всё-таки это такое вот… Да, ничего нового мы для себя не узнали, но это вот первый раз вот так долго, так красочно это услышать. Насколько это действительно опасный документ, исторический документ для Кремля. То есть они сейчас встревожены фактами его появления и однородовыми? Вспригожены, я бы сказал. Для них это не опасно. Вспригожены. Вспригожены. На тупую быдломассу, которая преимущественно населяет Россию. Что касается того, что сказал Пригожин или Ахмедов, они скажут, так смотрите, кто это говорит. Это же те, кто накупили недвижимости за границей, они Россию не любят. Один вообще нерусский в Азербайджане, и второй нерусский в Европе понакупал недвижимость. Это же враги России. Конечно, они скулят, конечно, им больно. Вот так скажет Кремль. Кроме того, а может вообще не заметит ничего, потому что, опять-таки, это никакие не авторитеты для коренного населения России, для тех, чьи дети, сыновья и братья сегодня удобряют украинскую землю. Поэтому я думаю, что Кремль сделает вид, что вообще не было никакого разговора. Вообще, я думаю, что в ближайшее время появится еще немало таких разговоров. Потому что любители поговорить в России не переводятся, идиотов там тоже хватает. Поэтому я думаю, что мы еще много чего услышим. Да, несомненно. Но, собственно, то, что вы сказали, отметили деталь, что насколько немаргинальный, как и часть элиты, как и некий авторитет для глубинного населения, это говорит в пользу аутентичности этой записи. Потому что если бы и подделывали что-то, то какого-нибудь Шойгу или Патрушева, но явно не Пригожина и какого-то мелкого олигарха с азербайджанской фамилией. Запись аутентична. Потому что люди, которые знают хорошо двух персонажей, мне подтвердили с разных сторон, что это эти два персонажа. Кроме того, ну Пригожина голос я-то знаю. Это он, конечно. Ну, я вчера говорил с Артемием Троицким, он тоже его лично знает, и никаких сомнений нет. Не-не-не, это Пригожин. В сторону другого Пригожина, это Евгения, который, собственно, вместе с Кадыровым, по оценкам многим экспертов, все-таки претендует на некое серьезное влияние на российскую военную элиту. И вот если мы говорим про Кадырова, он сам не прочь стать президентом, уже вроде как и собрал команду из дочерей и сыновей. И вот наглядный пример. Дмитрий, дочь Кадырова, читалась о работе фонда Кадырова, названного в честь отца Кадырова, Ахмада Кадырова. Ранее Кадыров назначил министром имущественных и земельных отношений и вице-премьером республики 26-летнего племянника, а сына еще ранее главой местного отделения российского движения детей и молодежи. Ну, а вся эта история клада в российском правлении стара как мир. Страной фактически правят династии богатейших. Это Рутенбергии, Гурьевы, Гуцериевы. Тогда вот вопрос, почему власти и пропаганды Российской Федерации всегда с осуждением, презрением комментируют кланы в США, некие кланы в США и других странах, и при этом считают клановость Российской Федерации нормой, и почему на это покупается, или почему это абсолютно игнорирует вот это лицемерие населения, собственно. Почему до них не доходит? Значит, Кадыров молодец, что назначает родственников молодец. Это же проходит нормально. Молодец, правильно делает. Я бы на его месте еще назначил бы родственников на руководящей должности в России. Я думаю, и в России это пройдет. В Москву побольше родственников на ключевые посты. Вот, будет вообще супер. Вот, все, что проходит в России, все надо делать. Это первое. Второе. Почему Россия хаит США? Ну, потому что США — это пиндосы в их понимании. Ищадие ада, источник зла. Потому что Россия никогда не будет жить, как живут в Соединенных Штатах. Для меня главный вообще критерий государства — это то, как живут дети и пенсионеры. Я видел, хорошо видел, как живут дети в Соединенных Штатах Америки и как живут пенсионеры в Соединенных Штатах Америки. Потому что это настолько ярко, настолько впечатляюще. Россия об этом даже не то, что мечтать, даже подумать о том, чтобы мечтать не может. Поэтому и хают. Слушайте, это же часто неудачники, которые чем-то занимаются. Занимается человек, я не знаю, боксом. И неудачник. А кто-то побеждает братья Кличко. Он говорит, вот сволочи эти братья Кличко. И техника плохая, и дерутся плохо на ринге и так далее. Ну, а ты-то кто такой? Ты кто такой, чтобы их обсуждать и осуждать? Ну, то есть, вот к разговору о том, собственно, почему это лицемерие не находит до населения. Вот помните видео расследования Навального про Геленджик стоимостью более миллиарда долларов в замок Путина. Более ста миллионов человек это посмотрело. Более ста пятидесяти. Более уже ста пятидесяти, да. Я вам скажу. Если вы хотите почитывать миллионы просмотров, объясните мне такую вот апатию. Всё очень просто. Первое. Россия — это страна, состоящая преимущественно из быдла. Я знаю, что говорю. То есть в России есть какая-то передовая часть населения, базирующаяся преимущественно в Москве, в Санкт-Петербурге и в некоторых городах-миллионниках. Всё остальное — это унылое говно. Мы это увидели по приехавшим сюда воевать представителям этой недодержавы. Значит, это первое. То есть ситуация с населением мрачная. Лучшие в течение долгих десятилетий были высланы, уехали сами, были убиты, были уничтожены в лагерях. Произошла отрицательная селекция, и мы в результате видим, во что превратилось население России. Это не граждане, это население. Быдло масса. В основе своей, я подчёркиваю, там есть просветлённые люди, их мало, но они есть. Теперь, что касается, почему съели фильм про Путина, про Геленджик, про Медведева ещё раньше, фильм Навального съели. Да потому что Россия очень коррумпированная страна, воровская страна. Каждый вот что охраняет, то и ворует. И в рабском менталитете заложено, в российском рабском менталитете, то, что ну и сия у себя на фабрике, крадут то, что делают. Ну он-то царь, но он-то, конечно, в больших масштабах должен красть. А что это? Ну я краду, и нормально, и он крадёт. У них не вызывает это. Если бы такой фильм показали в Швейцарии, или в Исландии, или, я не знаю, в Швеции, в Норвегии, да люди бы снесли вообще всё, что видят перед собой. Посмотрите, вон Израиль, да, там судебную реформу захотели принять. Что творится? Весь Израиль вышел на улицы. Потому что они рабы. А здесь рабы съедают и не такое съедят. И вообще это люди, которые с помощью пропаганды съедят любое, что бы им ни сказали. Не надо уповать на них. Они не будут бунтовать, они не будут выступать против царя. Они будут молча жрать говно, если до этого дойдёт. И говорить, зато мы Богом данная нация, зато мы русские. С нами Бог и Богородица. Мы русские. Все слышат? Мы русские. Вот. И это главное. Русские, собственно, это и есть гимн вот этой «З» России последнего года. И, собственно, вы знаете, я ещё заметил, что… Это тоже, извините, пожалуйста, это тоже такое уродство. Пришла, слышите, православная славянская Русь к нам с войной с зарубежными буквами. Это вообще нонсенс. «З» — это ж надо как свастика. «В», «З», «О» какое-то. Пришли идиоты, тупорылые. Они даже не продумали, какие буквы на своих гнилых, вонючих танках написать. «З» они написали. А вот вчера, опять-таки, тот же Артемий Троицкий, известный вам, вчера в беседе про шамана сказал, а почему, если он такой русский, почему у него не под Иванушку дурачка прическа, а с дредами ямаикскими, и почему шаман пишется латиницей у него, а не кирилицей, и т.д. и т.п. Вот это всё из этой же серии. Ну, хорошо. Он не русский. Ещё хотел у вас сказать. Он узкий. Он узкий, да. Это, кстати, более шедевральный шедевр. Советую всем посмотреть обработку этой песни. Я узкий, да. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная, вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я отлично уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Вот появился в сети ролик с российским диктатором, который для встречи с подчиненным снова выбрал вляющий стол. А если вспомнить, что совсем недавно Путин якобы спокойно и уверенно общался с массовкой во времена оккупированных украинских Севастополя и Мариуполи, наводит на мысль, что все-таки за Путина ездят двойники или это как бы работникам заводов якобы Мариупольцам Путин доверяет больше, чем своему окружению. Вот ваше ощущение, то есть не раздуто ли, не сенсоризирована нами эта тема двойников, или все-таки она имеет право на жизнь? Вы знаете, у меня уже какое-то двойственное ощущение есть. С одной стороны, разум подсказывает мне, что двойники — это фикция. У него не может быть двойников, потому что это невозможно, мне кажется. И то, что нам рассказывают, у него двойники там есть. Я в это не очень верю, с одной стороны. С другой стороны, я действительно не могу понять, почему в Мариуполе он стоит с этими людьми. Ну, может, их держали там на карантине годами. Но почему он с ними стоит так близко и едет с Хуснулиным в машине так близко, а тут какие-то люди приходят в Кремль, и он с ними так далеко. Но с Си Цзиньпином он близко. Хрен его знает. Что там в голове у него, я не понимаю. С третьей стороны, мне бросилось в глаза видео с Кадыровым, когда он принимал Кадырова в Кремле, Путин. Вы знаете, это был другой человек. Какой-то старый, без лоска, какой-то вообще больной, видно, человек. Путин, я имею в виду. Какое-то впечатление он на меня удручающее произвел. Я аж порадовался. Думаю, боже, может, скоро сдохнет уже, так выглядит плохо. Но через пару дней смотрю на него, как огурчик. Чёрт его знает. Не верится мне в двойников, но какие-то неувязочки есть. Да, действительно, по поводу внешнего вида тут можно много спорить. И Михаил Шетельман часто об этом говорит, что он всегда производит такой, осуществляет лингвистический анализ речей Путина. И вот он считает, что всё-таки тут может иметь место двойники, потому что вокабуляр, который они используют, зачастую он разительно отличается. А я просто к тебе добавлю, что вопрос двойников, он существенный и опасный тем, что, как сказал, вы знаете, Володин, что нет Путина, нет России. Если всё-таки есть ему удачные двойники, то, собственно, Путин, по сути, он вечный. То есть он никогда не умрёт. Будут постоянные двойники, и тогда действительно, потому что пророчество не может не сбыться. Не будет Путина, не будет России. Ну это вот такое моё отступление лирическое. Не слушайте Володина. Это ещё один полупокер. Это вообще никто. Это попки-дураки, которые… Посмотрите на его «интеллектуальное» выражение лица, если можно назвать это лицом. Это жопа. Не слушайте их, посмотрите на эти лица. Это кошмар. Вы знаете, с меня достаточно открытого заседания Совета национальной безопасности, которое предваряло полномасштабное вторжение в Украину. Это ж не личности, это вообще стадо баранов. Стадо баранов. Дмитрий, я вас как чистого иудея правоверного не могу и не спросить по поводу ситуации в Лавре. Я так понимаю, уже завтра обозначен как последний день, крайний, когда настоятели УПЦ МП, Московского Патриарха, должны покинуть территорию Лавры. Как вы к этому относитесь? На самом деле не видели вы определённых подводных камней? Чем это может обернуться для Украины? Потому что, разумеется, Россия это уже использует в своих интересах и даже притянула на свою сторону Папу Римского и так далее, кричит о зажиме прав верующих и т.д. Я как человек демократический и толерантный с большим уважением отношусь ко всем религиям, ко всем ответвлениям этих религий, к верующим. Я вообще с уважением, с уважением. Это первое. Я с большим неуважением, презрением и ненавистью отношусь к ФСБ и к агентуре ФСБ. Если так случилось, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата не только в Украине, но и в России и в других странах является филиалом Федеральной службы безопасности России, они для меня не священники, не попы. Они для меня агенты ФСБ. Я, соответственно, к ним так и отношусь. Я просто слишком много знаю на эту тему. От первоисточников, от тех, кто вербовал этих попов, от тех, кому они стучали, от тех, кто курировал их работу. Начиная от генерала Калугина, знаменитый генерал КГБ СССР Калугин, который мне просто в интервью прямо сказал, что и предшественник Кирилла, как его звали-то? Филарет был, ну, как, короче, патриарх в СССР Калугин. Это Пимин, но Пимин был еще в Советском Союзе. Пимин был до Алексия. Алексий. Он говорит, ну и Алексий, и Кирилл, сказал генерал КГБ Калугин, высокопоставленный генерал КГБ Калугин. Он, это мои клиенты, говорит, ну, что говорить. Филарет мне рассказывал, что в советское время, даже в советское время, ни одно назначение епископа без одобрения КГБ не могло происходить. Поэтому, ребята, ну что, мы же понимаем все. Кто такой Кирилл? Кирилл — это высокопоставленный чин ФСБ России, еще и гей добавок. Они так выступают против геев, а Кирилл — главный гей у них там. Поэтому, слушайте, ненавижу, знаете, вот прекрасно отношусь к геям, ненавижу тех, кто, будучи сам геем, и выступает против геев. Ненавижу фальши, вот этой грязной фальши. Точно так же, как Пригожин. Мы за Путина, мы за Путина, а за спиной Путин, там, что он о нем говорил. Короче, такое. Вот, поэтому я с абсолютным пониманием и одобрением отношусь к тому, что ФСБшные попы в рясах должны покинуть украинские церкви. Особенно Ламу. Все. Вот так, дорогие друзья, в Путилица подписываю для вас книги. Но уже осталось немного, слава Богу. На сегодня — немного. В заключении нашей беседы, Дмитрий, вот уже больше года войны. Почти в анекдоте. Почти как в анекдоте. Знаете, в Советском Союзе старые евреи смотрят программу «Время». Там слышат, в заключении Леонид Брежнев сказал. Он говорит, о боже, и он уже за решёткой. Вот, да, в заключении. Вот уже больше года войны. И противоречивые, знаете, сигналы западных столиц. И это встреча Сизельпиня, приезд его в Москву и так далее. Предстоящие выборы в Штатах в 2024 году. И очень неоднозначные заявления Рона Десантиса. И однозначно негативные к нам заявления Донда Трампа, который ещё может побороться за кресло. И тем не менее, как вы сейчас ощущаете и что вы ощущаете по поводу перспективы украинской победы? Вы более сейчас оптимистичны по отношению этого вопроса, что Украина выиграет, чем, допустим, 5 месяцев назад, 6-8? Я очень оптимистичен. Я скажу главное. Все заявления всех вышеперечисленных вами товарищей – это всего лишь фоновый шум. Я не обращаю внимания на фоновый шум, потому что я знаю закон. Закон главный состоит в том, что цивилизованный западный мир принял единое решение. Украина должна победить. Поражение Украины будет поражением коллективного Запада. Путин вне закона. Россия вне закона. Все остальное, что сказал один, что сказал другой где-то, что сказал Си Цзиньпин или Де Сантис, который уже говорит совершенно другое, кстати, что сказал Папа Римский или отец Павел из Киева-Печерской лавры – все это не имеет никакого значения. Потому что есть главное – Украина должна победить, и Украина победит. Другого варианта, поверьте мне, нет. Есть только вопрос, когда это произойдет. Через месяц, завтра, через год, через полгода. Вот в чем вопрос. Когда? А что касается победы, здесь нет никаких вопросов. А есть ли у вас вопросы по поводу того, какая будет победа? То есть есть ли для вас разные виды победы, в том числе территориально, а также будет ли Украина членом НАТО и ЕС, или там одного другого, то есть или у вас понятие победы, она именно в определенных жестких рамках? Я скажу то, что для меня является беззаперечной, как это сказать, короче, беззаперечной, несомненной, однозначной победой. Выход на границы, украинская армия выходит на границы 1991 года. Россия денацифицирована, демилитаризована, деимпериализирована. Эта обезьяна больше не имеет права сжимать в руках гранату. Всё. Она себя показала. Это тупая, обдолбанная, негодяйская обезьяна. Дальше. Украина — член НАТО и член Европейского Союза. Это называется одним словом победа. Варианты возможны? Возможны. Ну, что говорить о вариантах? У нас есть цель. И репарации Россия должна платить, огромные причём. Я вообще стою за то, чтобы в семье каждого погибшего в этой бойне Россия платила 2 миллиона долларов. Каждой семье. У них есть деньги. Мы знаем, где они. И весь мир должен принудить их рассчитаться со всеми. Эта отвратительная, поганая, недострана, негодяйская, должна быть наказана. И она никогда не должна возродиться, как империя, несущая угрозу цивилизованному миру. Вот такой бескомпромиссный сценарий украинского победа от Дмитрия Гордона. Дмитрий, спасибо большое, что были с нами. Друзья, подписывайтесь на YouTube-канал Дмитрия Гордона и на нас, разумеется. Дмитрий, ещё раз большое вам спасибо, что были с нами. Спасибо вам.